Время новостей, с вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Число жертв дорожно-транспортного происшествия в Казалардинской области с участием двух автобусов увеличилось. Как стало известно, буквально пару часов назад, минувшей ночью, в реанимационном отделении районной больницы скончался еще один пассажир одного из автобусов. 39 человек с различными травмами по-прежнему остаются в поликлинике. Таким образом, общее количество погибших в результате жуткой аварии составило 3 человека. Всего в салонах столкнувшихся машин находились около 70 человек. А вот в Уральске на ходу маршрутного следования загорелся автобус. Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Водитель вовремя успел сориентироваться, остановить транспорт и выпустить пассажиров. На кадрах видно, что сильнее всего горело заднее колесо и частично салон машины. Прибывшие пожарные быстро ликвидировали пламя, что стало причиной ЧП еще предстоит выяснить. Но, по словам водителя автобуса, возгорание могло возникнуть в тормозной колодке. С начала года только в Приоралии в дорожно-транспортных происшествиях погибли 68 человек. Травмы на различной степени получили около 400 жителей региона. Память жертв дорожных аварий почтили в Казларде. В областном центре прошла акция, в рамках которой по центральным улицам города сотрудники местной полицейской службы организовали парад битых машин. Шествие завершилось на площади Тахзам, где его участники запустили в небо воздушные шары. Главная цель акции – напомнить всем участникам, что правила дорожного движения надо соблюдать всегда. Люди должны помнить, дорога ошибок не прощает. Акция проводится в рамках широкомасштабной республиканской недели «Безопасная дорога». В международном аэропорту Актау был задержан иностранец, незаконно перевозивший ювелирные изделия. Трагоценности из золота и серебра в количестве 800 единиц на сумму более 11 миллионов тенге были признаны контрабандой. Как выяснилось, гражданин Азербайджана, скрывая ценный груз от таможенного контроля, уклонившись от декларирования, перевез украшения через границу. Размер причиненного ущерба оценивается в почти 3 миллиона тенге. В ходе следствия подозреваемый полностью признал свою вину, а контрабанда была обращена в доход государства. Усилить совместную работу намерены полицейские Жамбылской области и соседних регионов Кыргызстана. Основная цель – сократить количество преступлений на приграничной зоне двух стран. Специалистов беспокоит проблема скотократства. Наряду с этим в Жамбылской области преобладают кражи сотовых телефонов. В основном злоумышленники продают их на территории Кыргызстана. Чтобы быстро поймать воров, полицейские разрабатывают совместный план действий. Кроме того, между соседними государствами наблюдается рост наркопреступности. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 50%. В частности, увеличились случаи перевозки героина. К слову, на черном рынке его стоимость за килограмм составляет 25 тысяч долларов. Героин изъять очень сложно. Он идет транзитом из Афганистана в Таджикистан, а оттуда в Кыргызстан и дальше в Казахстан. 10-15% наркотического вещества остается в нашей стране, а остальное перевозят дальше. Чтобы поставить заслон наркотрафику, мы разработаем совместный план действий. По меньшей мере, два человека погибли в результате взрыва, прогревшего в пакистанском городе Карачи. Еще восемь получили ранения. По данным местных властей, бомба сдетонировала в восточной части города под эстакадой, где местные жители организовали небольшой рынок. Кто стоит за нападением, пока не ясно. Какую цель преследовали злоумышленники, тоже пока неизвестно. Ведется расследование. Тем временем в Калифорнии продолжают бушевать лесные пожары. Жертвами стихии уже стали более 70 человек. Свыше 600 числятся пропавшими без вести. В охваченных огнем регионах разрушены тысячи домов. Эвакуированы более 300 тысяч местных жителей. В штате объявлен режим стихийного бедствия. Лесные пожары начались в Калифорнии 8 ноября. По своему масштабу он стал самым разрушительным в истории штата. Со стихией борются свыше 5000 пожарных. В настоящее время возгорание локализовано лишь частично. Ожидается, что полностью остановить распространение огня удастся только к концу месяца. Две группы демонстрантов блокировали подъезд к месту проведения ибероамериканского саммита в Антигуа, бывшей столице Гватемалы. Часть собравшихся это медики. Они скандировали антиправительственные лозунги и требовали повышения заработной платы. На другой стороне улицы собрались те, кто возмущен приглашением на встречу президента Никарагуа Даниэля Артеги. Манифестанты обвиняют его в репрессиях против соотечественников. И, как сообщает СМИ, Артега решил отменить визит в Гватемалу. Добавлю, ибероамериканский саммит – ежегодная встреча лидеров государств Америки и Европы, говорящих на испанском и португальском языках. Мы надеемся, что ибероамериканское сообщество осудит режим Артеги, как он того заслуживает. Для нас это оскорбление, потому что он – олицетворение коррупции, диктатуры и преступлений против человечности. Почти 4000 мигрантов, направляющихся в США, подали запрос о предоставлении им убежища в Мексике. Как заявили в МВД страны, некоторые позднее отказались участвовать в этой процедуре и вернулись в свои страны. Поэтому в настоящее время обрабатываются чуть более 2500 запросов. Тем не менее, к США продолжают продвигаться несколько тысяч мигрантов, часть из них преимущественно выходцы из Гондураса. Добралась эта группа до города Тихуана, что на границе с Америкой они рассчитывают запросить политическое убежище в Соединенных Штатах. Тем временем, глава Белого дома увеличил воинский контингент на границе США. Солдаты как раз должны предотвратить пересечение американской границы мигрантами. Ракета-носитель «Союз-ФГ» впервые после аварии запущена с космодрома Байконур. Старт состоялся сегодня ночью в 00.14 по времени Астаны. Как сообщается, запуск прошел в штатном режиме. «Союз» вывела на околоземную орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-10». Автоматическая стыковка грузовика с МКС запланирована на 18 ноября. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию около 2,5 тонн различных грузов. В Марокко запустили самый быстрый на территории Африки высокоскоростной поезд. Он будет доезжать от Танжера до Касабланки менее чем за 2 часа. То есть в 2 раза быстрее, чем на обычном поезде. Состав будет курсировать со скоростью 320 км в час. Хотя может разгоняться и до 360. Строительство железнодорожной ветки велось 7 лет и обошлось в 23 миллиарда дирхамов. Это порядка 2,5 миллиардов долларов. Как ожидается, новая ветка будет обслуживать до 6 миллионов пассажиров в год. Ситуация в Африке и на Ближнем Востоке – главная тема в повестке дня Совета безопасности ООН. Позиция Казахстана по этим вопросам всегда бывает взвешенной и конструктивной. Об этом в интервью нашему каналу сообщил заместитель постоянного представителя экваториальной Гвинеи при ООН Хоп-Обянк. Сейчас мы говорим больше о Конго. Только что были заседания, что там у них будут выборы в декабре. Мы об этом долго говорили. У нас тоже Сирия берет очень много времени. И тоже ситуация иногда в Палестине. Но вот более-менее, вот эта повестка меняется, зависит от ситуации. Иногда бывают досрочные заседания, но это зависит от ситуации в мире. Мы все знаем, как важно, чтобы мир был без ядерного оружия. Все должны работать, чтобы мир был совсем без таких оружий. Мы следуем, что выходит, какие у нас опасные, даже в странах недалеко от ваших. Казахстан играет очень большой роль. Мы удивлены действия представителей Казахстана в ООН. Мы с ними очень хорошо сотрудничаем. И думаем, что в будущем роль Казахстана в мире улучшится. Вольфсваген намерен в ближайшие пять лет вложить в разработку электромобилей и беспилотных машин 44 миллиарда евро. На инвестиционный план немецкого автоконцерна во многом повлияла востребованность автомобилей Тесла. По данным агентства Bloomberg, в 2019 году компания выпустит модели электромобилей Porsche и Audi. А к 2020 году Volkswagen планирует запустить продажу бюджетных электрокаров. Деньги на реализацию проекта компания намерена изыскать за счет многомиллиардных программ экономии при производстве других моделей. Три предприятия будут переоборудованы и оснащены под выпуск электромобилей. Одновременно мы инвестируем в зарядные станции, которые могут быть установлены в домашних хозяйствах. Мы верим в успех нашей программы, поскольку у электромобилей есть немало преимуществ. Одно из главных – налоговые льготы, которые получат их владельцы. Между тем, Лондонская фондовая биржа официально приветствовала национальную атомную компанию «Казатомпром» в качестве нового эмитента. Теперь акции и глобальные депозитарные расписки компаний доступны на Международной фондовой бирже «Астана». Из Великобритании передает наш собственный корреспондент Галамжан Хараманула. Лондонская фондовая биржа официально была основана больше двух столетий назад. Тогда финансовый консультант Томас Грэшем убедил английскую королеву позволить ему создать площадку, где встречались будильцы, продающие овечью шерсть. Сейчас здесь идет торговля ценными бумагами компаний из десятков стран, среди которых и Казахстан. Восемь часов утра – главная площадка лондонской фондовой биржи. Все в ожидании официального запуска торгов ценных бумаг казахстанской компании. Обратный отчет – и вот наступил долгожданный момент. «Каза Томпром» успешно разместил свои ценные бумаги на международной фондовой бирже. Как вы видите, тикер, здесь на большом экране, тикер «каза Томпрома», «кап.ли». И вы видите, что тикер зеленого цвета, это значит, что торги идут вверх. Здесь же на экране вы видите, сколько заявок, сколько бид, сколько сал. И большой интерес. Динамика торгов отражает большой интерес. Для лондонской фондовой биржи, как и для казахстанской стороны, весьма важно, чтобы все размещаемые эмитенты имели большую ликвидность. Важно не только успешно выйти на торги, но и поддерживать постоянный интерес со стороны инвесторов. Цены сегодня поднялись, что является очень хорошим знаком. У нас очень надежный план. Мы проявили твердую приверженность инвесторам. Мы имеем очень хорошую управленческую группу. Ожидаем, что наберем большие обороты и станем мощной публичной компанией. Всего лондонская биржа сотрудничает с 17 компаниями из Центральной Азии. «Каза Томпром» стал первой компанией фонда «Самрказна», осуществившей IPO на лондонской фондовой бирже в рамках программы приватизации. Стороны надеются, что успешный опыт IPO «Каза Томпрома» откроет двери другим компаниям из приватизационного списка. Гомжан Храманла, Великобритания, Лондон, специально для Хабар-24. Южная Корея увеличит число образовательных грантов для казахстанцев. Об этом в Сеуле договорились участники третьего заседания Казахстанско-корейской комиссии по культурному сотрудничеству. Документы о создании этого межправительственного органа главы правительств двух стран подписали еще в 1995 году. В него входят представители Министерств культуры и спорта, образования и науки, а также иностранных дел двух государств. На встрече также достигнута договоренность об углублении культурного сотрудничества. В частности, в следующем году в Корее свои экспонаты представят несколько казахстанских музеев. А у нас с экспедициями побывают южнокорейские археологи. Также их специалисты поделятся опытом по оцифровке архивов. Сейчас, по данным Минобразования, в стране утренней свежести обучаются больше 1600 казахстанских студентов. Со следующего года Южная Корея дополнительно выделит образовательные гранты по специальностям в сфере культуры и искусства, таким как хореография, арт-менеджмент, реставрация и другим. Гранты были более частного характера. Когда-то студент мог находить сам, выбивать какие-то корейские правительственные гранты, но они были не так широко. После сегодняшних заседаний оно будет более широко, более официально. Оно будет делаться через Министерство культуры и спорта и через Министерство образования и науки. Сегодня в Алматы открывается 14-й международный кинофестиваль имени Шакена Айманова. На это мероприятие соберутся гости со всего мира, чтобы увидеть лучшие образцы современного кинематографа. Конкурсная программа фестиваля будет состоять из трех разделов. Каждый из них носит название известных картин Айманова. «Перекресток», «Земля отцов» и «Мы здесь живем». Зритель увидит мировые полнометражные картины, фильмы тюркоязычных государств и казахстанские ленты. По итогам фестиваля будет вручена национальная премия Союза кинематографистов Казахстана. К этой минуте все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова